доброе утро друзья у нас сейчас 8 15 это не потому что мы так рано встаем а потому что мы не ложились спать всю ночь ну как ладно мы ложились спать просто меняемся сашей с юром нашим оператором ведем по очереди мы выехали из последнего курорта как он называется тоха не спит и саша не спит такие же ты говоришь то все я ехал ночью и ехал по одному ориентиру на северную звезду полярную полярную полярная сиянье на полярную реально мы ехали на север и там такая яркая здесь и наиболее яркая чем у нас звезду какую-то видел то я в зеркало смотрелся хорошенько потому что никаких звезд не было короче была звезда а потом я только лег вот только лег часа два спал и тут у насти будильник ищем тебе будильник трейлер и едешь ты еду еду поменяемся ой да можно отвлекать и поспать я буду аккуратненько ехать знаете что у нас а у нас где-то обеда мы будем пересекать полярный круг правильно только сказал вот и надо придумать как будто традиции никогда не пересекал полярный круг искупать капитана например классно только на экваторе кто капитан у нас все друзья знаете же такой походный завтрак это когда в одной кастрюле варилась овсянка вместе с ней яйца с яйцами сосиски потом это все я достал ну сейчас правда промою и туда пошли цукаты орехи и прочая фигня ну ну такие условия осталась одна чистая кастрюля заправки один туалет один на всех на все трейлеры и помыть посуду там невозможно короче я в одной кастрюле варил овсянку яйца сосиски цукаты блин и тут дрянь этого гурмана ничего не отпугивает по барабану есть санга вкусно яйца вкусные кукуруза вкусные не было там сосиски вкусные сладкие получатся но а тоха ты залил еще и майонезом серьезно да вот хочешь попробовать это же сладкая каша какой-то острые супы сочетаются с сладким короче кислые сколько нам осталось до полярного круга 200 километров 210 километров до полярного круга надо придумать традицию я уже придумал пересечение один раз впервые экватор когда пересекаешь есть традиция купаться а у нас будет обтирание какие есть украинские традиции обтираться снегом любую традицию обтираться снегом не видите города и под ней такие молоденькие маленькие деревья не такие елки большие маленькие маленькие знаете почему что там периодических сходит лавина огромная толща снега сносит деревья и все что там растет ты значит здесь пару лет назад им сколько там по лет 5 наверное 5 лет назад этот весь склон сошел вот четко видно да растительность стабильная а в кулуаре нету вообще деревьев потому что там постоянно сходят это видно южный склон и там очень крутой угол два километра для артийского круга смотри какая дорога все поменялось совсем другая паста разгуста где-то в антарктиде полярный круг чувак артик сергал центр подожди наклейки возьмем он смотри я туда не пойду пойдем чтобы они подумали что мы стали где-то за житомиром ну как бы мы заказали на ebay табличку и привезли ее в житомир в общем мы нашли табличку друзья так и написано arctic circle арктический или полярный да чего-то не хватает ребятишки грамм со за события именно вот за этим кругом можно увидеть северное сияние вот ниже нет здесь да мы чего-то верим так работает так работает тох тох а так работает за этой линией есть четкое понятие полярного дня и полярной ночи это я сказал уже ты мне рассказывал по поводу северного сияния ну там 100 200 метров не играть дальше туда тоже бывает метров ладно короче ну так чтобы не закрыть артик сергал это наверно первая украинская табличка здесь да вон есть польский давай я реально вылезу на тебя жди давай сколько ты речишь 40 как бы 70 в стол это я должен был сделать своими руками я в доле теперь серфингей вообще здесь вот была дорога но сейчас ее нет почему как будто мы где-то не знаю в антарктиде и вон стоит такой этот антарктический здесь парксики вот арктический центр такая большая юрта там должны сидеть вот эти сумасшедшие знаешь ученые вот эти исследователи уже три года сидят и ждут пока им провизию привезут едят медведи белых сумасшедшие которые я беру здесь летом полярная полярный день вот эти белые ночи о которых вы слышали то есть круглосуточно светло октября по февраль полярная ночь это тупо постоянно темно солнце вот чуть-чуть поднимается над горизонтом и практически даже нету рассвета вот что ты еще знаешь о полярном круге ты что это вот токи подслушал да мне тоха все рассказал вот я такой умный я такой умный а в марте нам повезло потому что есть совсем буквально пару месяцев вот март апрель май когда ну вот как у людей вот солнце будет ночь и так далее что делаем традицию а ну все давай да ну ладно я тоже сейчас ну взбирайся говорю я тебя за меня давай давай и мне ты бери перед бегом холодно в руки полярная традиция а 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 Саша увидел самую лучшую карельманскую жизнь и срочно занял это место. Что? У меня такой же. На дом. Но короче. Ребята спят на пароме. Нормальная тема. Взяли подушки с собой из трейлера, одеяло. Не надо еще. Радненько восстановились. У нас три с половиной часа на лофотенах. А далее у нас что? Саш! 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 А далее у нас что? На лофотенах и в охуительных штанах. Давай еще раз. На лофотенах и в охуительных штанах.